Уважаемые жители Калмыкии, дорогие друзья, земляки! Вот и подходит к завершению 2021 год. И по традиции, в преддверии Нового года мы мысленно оглядываемся назад, подводим итоги, взвешивая, что было хорошего и что вызывает сожаление. Всем, чтобы избавиться от всего негативного и взять в Новый год лучшее, приумножим достижения и успехи. Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не самым простым для нас всех, в первую очередь из-за продолжающей пандемии, опасений за здоровье и жизнь близких и родных, ограничений в сфере образования, культуры, деловой, общественной и политической жизни. В свою долю трудностей добавили инфляция, рост цен и тарифов, которые чувствительно ударили по семейному бюджету большинства россиян и жителей нашей республики. К сожалению, многим семьям не по карману стали не то, чтобы семейные путешествия и новые автомобили, но и покупки одежды, бытовой техники и тем более улучшение жилистных условий. Особенно сложным этот год, на мой взгляд, оказался для сельского хозяйства Калмыкия, для животноводов и растеневодов. Случившаяся засуха и отсутствие современного, своевременного реагирования со стороны руководства республики, профильного министерства, на ее последствия практически свели к нулю все достижения в этих областях. Однако не все так печально. Обнадеживает то, что в сложившихся условиях все больше людей приходит к выводу. Молчу терпеть эксперименты, проводимые власти над людьми, во всех северах становится невозможно. Уходящий год, год выборов в парламент России, стал годом обретения новых надежд, укрепления веры в собственные силы, возможность сплочения общества ради общих целей. Несмотря на фальсификацию, применявшуюся против оппозиции, административный ресурс, расправу с лидерами, наша партия одержала победу в четырех субъектах Российской Федерации, в Мариэл, Якутии, Ненецком автономном округе и в Хабаровском крае. Благодаря возросшей поддержке избирателями, фракция КПРФ увеличила представительство в Государственную Думу. По показателям динамики поддержки партии на выборах 2016 и 2021 годов Калмыкия находится на третьем месте в стране, прирост нашей партии составил более 14%. А в Калмыкии и в столице города Волесте КПРФ уверенно победила партию «Единая Россия». Кроме того, Компартия победила в двух районных центрах. Обошла партию власти в 19 сельских муниципальных образованиях. Впервые главный оппонент КПРФ, партия ЕР, получила в Калмыкии сокрушительный удар. По потере голосов правящая партией, республика Калмыкия, и лидер среди субъектов, у ЕР результат в нашем степном краю минус более 31%. Это самые высокие потери ЕР в Российской Федерации. Такой прорыв был достигнут благодаря сплочению Народно-патриотических сил Республики Калмыкия. Вокруг оппозиционной партии КПРФ совместные усилия гражданских активистов из наблюдательного полка и красного контроля, предстоящих все три дня голосования валу нарушений выборного доконодательства, небывалому давлению и даже физическому воздействию со стороны подкупленных официальных элементов дали весомый результат. Тот результат, который возродил надежду людей на возможный перемен, возможность противостоять антинародным силам. Доверие, оказанное коммунистам, партия воспринимает как наказ к еще более решительным мерам в интересах человека труда. В Республиканском отделении КПРФ наши депутатские фракции намерены опираться в своей работе на наказы избирателей, обращения граждан. Наша задача – чутко и деятельно реагировать на возникающие проблемы, антинародные законопроекты, передавать гласности, неприглядные факты, характеризующие деятельность управленцев и исполнительной власти. Эффективность работы Компартии на строй на сплочение народных сил станут залогом ее успеха на выборах главы Республики и в Народных Уралах в 2023 году. Сегодня, в день национального праздника ЗУ, имеющий глубокие, сакральные значения калмыцкой философии, мироздания, обновления и возрождения всего сущего и в преддверии Нового года, хочу пожелать вам, дорогие земляки, здоровья, успехов, благополучия и уверенности в завтра субдине. Продолжение следует...